Solana Labs представляет Saga смартфон на базе Web 3.0. Обсудим сегодня вот эту новость. И, соответственно, компания Solana объявила о планах и о запуске в сеть Android смартфона. И Solana Labs также сообщила, что устройство ориентированное на Web 3.0 будет готово в начале следующего года, то есть 2023. По словам Анатолия Яковенко, генерального директора Solana Labs, Saga построена на возможностях Web 3.0. Этот телефон предложит пользователям доступ к децентрализированным приложениям DApps, мобильному магазину для загрузки продуктов DApps, а также торговой площадке NFT. Однако генеральный директор отметил, что этот магазин будет иметь нулевую комиссию. Цель Solana Labs предоставить сообществу возможность участвовать в управлении сетью. Кроме того, Solana Mobile Stack SMS является важным инструментом в разработке и проектировании приложений Android в сети. Также Яковенко отметил, что ранее разработчикам запрещалось создавать полностью децентрализированное приложение для мобильных телефонов. Это связано с действующей моделью переворотника, которая больше не работает и приход SMS сигнализирует о новом пути для Solana. Безопасная и простая навигация функции, идеально подходящая для Web 3.0. Особенность от телефона в том, что поставляется Web 3.0 с 512 гигабайт дискового пространства. Действительно уникально, никто до этого не делал. Насколько я помню, было 128, 256, 512 может быть и не было, но все равно ничего сверхъестественного нет. Ну, полгига памяти, это, конечно, замечательно, и 12 гигабайт ОЗУ, это у нас оперативки, да, и, соответственно, ну, оперативки, да, оперативки не было, это уникально. Вот, но не факт, что он будет без багов, понимаете, даже несмотря на такой объем памяти. То есть, ну, работоспособность и, скажем так, безглючность телефона, она, скажем так, исчисляется не только оперативной памятью или памятью, которая есть на жестком диске, так называемом. Вот, также оснащен 6,6 дюймовым экраном. В телефоне Saga также включена децентрализированная система для разработчиков, позволяющая создавать и распространять свои мобильные приложения. Да, вот, и это обновленная версия телефона, над которой обе стороны работали еще и начинали работать в 2020 году. Solana Labs дополнительно предоставит финансирование в размере 10 миллионов долларов для расширения своей криптомобильной системы и экосистемы даже, и содействия росту DApps для мобильных устройств. Ну, опять же-таки, я не сказал бы, что DApps это прям жесткая какая-то новинка, но в целом, почему бы нет. По поводу Solana, стоит ли сейчас ее докупать, куда она может упасть? Ну, давайте сначала переключимся на биткоин, потому что я сегодня его еще не смотрел, я вот недавно только проснулся. Так вот, получили отскок мы по биткоину, но пока болтаемся в этом диапазоне, пока мы не переписали отметку в 19, в идеале даже 17,800, ну, 19-18 тысяч долларов, то, соответственно, закрепление у нас не произошло ниже двадцатки, пока мы болтаемся в этом диапазоне в боковичке. Solana, естественно, будет падать вслед за биткоином, то есть, так как доминация сейчас жестко переливается то в него, то в альты, но в целом, можно даже встретить будет. Я не ожидал, что дадут такие отметки, но, опять же-таки, учитывайте, что я и не думал, что Solana настолько будет сбоить, и плюс будут делаться различные проекты на ней, за счет чего она тоже будет вылетать, поэтому на текущем этапе можно посмотреть, что Solana у нас держится на таком промежуточном уровне, вот этом вот канале, где, в целом, кто хотел, можно было начинать ее набирать. Вот, если кто ждет ее еще ниже, в принципе, я вполне это допускаю, если биткоин сходит на 15, а то и на 10 тысяч долларов. Я, в свою очередь, докупал ее еще вот здесь, вот там по 12-17 долларов, ну, средняя цена где-то 15 баксов, вот, мы ее набирали, в том числе, в закрытом клубе, и на ней успешно зарабатывали. Ну, и по 30-ке тоже, к тем отметкам, куда мы пришли, я ее тоже набирал. Вот, поэтому, в целом, зона сейчас для покупки неплохая, следующая остановка у нас это вот здесь вот, поэтому, если провалимся, можете смело добирать, но, опять же-таки, если вы верите в данный проект, я считаю, что проект сам по себе высокоисковый на текущем этапе, и я теперь отношу его к высокому риску, потому что я говорил, на пресейле вы скажете, а почему же тогда здесь-то не обращал на пресейл? Тогда я смотрел только теханализ, и по теханализу она смотрелась хорошо, и даже несмотря на то, что на пресейле покупали ее там за несколько центов, да, за сущее копье, то сейчас, в целом, можно заметить, да, вот здесь вот, кстати, был тоже нисходящий канал такой, здесь похожая ситуация, здесь мы попытались переписать хаи, но, как мы видим, крупный капитал не дает выйти тем, кто заходил ранее, и, в целом, не факт, что даст в дальнейшем, и данная криптовалюта не соскамится. Поэтому, что я хотел сказать, я сейчас в Салану не захожу, не закупаюсь ей, если и закупаться, то только как высокий риск на свободные бабки, максимум там от 1 до 3% депозита, это потолок. Но это мое мнение, опять же таки, кто-то за нее топит, но я бы не идеализировал никакую криптовалюту, никакой проект, даже несмотря какие бы они там запуски не делали. Да, этот запуск повлияет, и очень хорошо может повлиять, но, но, если цену будут дальше дампить, то есть, если у крупного капитала нет цели, просто заметьте, фундаментал подгоняют когда? Для того, чтобы удержать цену. Я уже рассказывал в одном из роликов, как по Шибе подогнали новости, после того, как она дала уже бешеные иксы. Может быть, она и будет там каким-то революционным проектом, но, опять же таки, я считаю, такие проекты надо брать чисто для спекуляции, такие как Шибы там, Доги и так далее. Заработал и забыл. Вот, по поводу долгосрока, тоже, конечно, ваш выбор. Ну, а по поводу Саланы, стоит ли сейчас докупать? Ну, пока ее валят, и надо смотреть, как она будет себя вести возле выровня в, получается, здесь 25 долларов. Тогда будем смотреть, если пробиваем, то уходим ниже. Если же нет, то, в целом, кто хочет докупаться сейчас, неплохая зона для покупки. Уже мы скорректировались на те же, там, по-моему, минус 90%, да? И, ну, в целом, потом можем улететь на вот этом вот нисходящем канале, который у нас здесь имеется довольно-таки сильно. Тут, конечно, ультра ровно его не нарисуешь, да? Но, в целом, посыл вы поняли. Потом можно хорошо подлететь, и если мы все-таки вернемся на вот эти отметки, ну, порядка 6-7 иксов, ну, окей, самый херовый склад, там, 4-5 икс можно будет забрать. Ну, опять же-таки, это если это будет, и она восстановится, и не скомонет. И плюс, я напоминаю, Салана неограниченная эмиссия. Вот, поэтому такие мысли, такие дела, спасибо за внимание, такие вот новости по Салане. Я в покупки сейчас не лезу, и, скорее всего, ну, не собираюсь. То есть, есть куча других проектов, которые еще не стреляли, и такие проекты я, в том числе, даю в закрытом клубе. Все, всем удачи, всем пока.